Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Крачево-Черкесия. События среды в репортажах наших респондентов. Сегодня глава республики встретился с заместителем командующего Северокавказским округом войск Росгвардии России по вооружению Игитом Минафовым и исполняющим обязанности начальник управления Нацгвардии по Крачево-Черкесии Сергеем Богдановым. Обсуждались вопросы сотрудничества органов госвласти в части укрепления материально-технического оснащения подразделений. Рашид Тимрезов отметил, что управление Росгвардии по Крачево-Черкесии играет важную роль в обеспечении законности и правопорядка в республике. Профессионализм молодых сотрудников подразделений, опыт старших наставников и поддержка командования Росгвардии позволяют качественно и эффективно решать поставленные задачи в сфере борьбы с преступностью, сохранения мира и стабильности. Он заверил, что руководство республики в дальнейшем будет оказывать поддержку управлению Росгвардии. Сегодня с рабочим визитом в республику прибыл заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Борис Чернышев. На встрече с председателем правительства республики Асланом Озовым обсудили контрольно-оценочные процедуры в проведении ЕГЭ и подготовку к экзаменам. Затем прошло совещание со специалистами Министерства образования и науки Республики. Борис Чернышев положительно отметил работу ведомства во главе с Инной Кравченко. Гость из федерального центра хорошо отозвался о проделанной работе в период пандемии в сфере образования. За этим стоит большая системная и полномерная работа. Теплая республика. Теплая не потому, что погода солнечная или что-то еще, хотя это все атрибуты, но теплая в формате отношений людей. И здесь, конечно же, очень хорошо проявляется работа первых лиц Министерства, министра и большой команды. Мы сегодня видим, что по тем нашим форматам коммуникации с федерального центра Рособоронадзор, с нашими передными полномочиями, всегда, иногда бывают какие-то спорные моменты, что-то еще, но мы видим поступательное движение вперед. Это очень хорошо. Учащиеся 11 классов напишут итоговое сочинение, как допуск государственной итоговой аттестации. Республика полностью готова к этому. На протяжении последних месяцев мы принимаем активное участие в федеральных и республиканских апробациях по проведению единого государственного экзамена. Также ведется большая информационно-разъяснительная работа по единому государственному экзамену и ОГЭ. Мы благодарим Рособоронадзор за профессиональное взаимодействие, за методическую и организационную помощь. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 861 человек. Из них 19 677 выздоровели, 137 человек госпитализированы. В Доме правительства прошло заседание Организационного комитета по проведению оздоровительной кампании на территории Карачаева-Черкесии. В летний период 2021 года запланировано охватить не менее 10 700 обучающихся детей. С докладами выступили представители различных ведомств и учреждений. Собравшиеся рассказали о санитарно-эпидемиологических требованиях. Отметили также важность повышения профессиональной подготовки различных категорий специалистов, которые будут работать в детских лагерях. Кроме того, в этом году внесены особые коррективы в Организации медицинского обеспечения детей в оздоровительных учреждениях в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Каждый работник должен пройти вакцинацию от коронавируса, ведь на протяжении многих смен они будут контактировать с большим количеством детей. К работе лагеря будут допущены сотрудники, имеющие прививки. Начиная от дворника, заканчивая директором лагеря. Имейте это в виду. Работники без прививок, допущенных в лагерях, не будут. Любой загородный или пришкольник. Выработка иммунитета – это полтора месяца от момента первой прививки. Если прививку сделать сейчас, в середине апреля, то есть до конца мая только выработается иммунитет. Пожалуйста, не откладывайте это на завтра, сделайте прививки своим сотрудникам, а определите перечень штатка численности и сделайте это сегодня. Ну и самое время узнать сейчас прогноз погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер ночью восточный, днем южный – 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 3 в горах до 7 градусов мороза, а днем 10-15 выше нуля, местами до плюс 19. В Черкесске без осадков ветер ночью восточный, а днем южный – 4,9 метра в секунду. Температура ночью 0, плюс 2, днем 17-19 градусов тепла. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Сегодня начался сбор и развозка продуктовых наборов для нуждающихся семей от главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова в честь священного месяца Армазана. Сегодня первую партию отвезли в Ногайский район. Наборы получат представители разных вероисповеданий. В набор входит порядка 20 наименований продуктов первой необходимости, в том числе мука, подсолнечное масло, макаронные изделия, крупы, сахар, кондитерские изделия, чай, кофе, майонез, сгущенное масло, томатная паста, сладкие напитки. По поручению главы Карачаево-Черкесии, такие продуктовые наборы в месяц с Рамазан получат тысячи нуждающихся семи республики, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. В списке нуждающихся формировали главы городов и районов региона. Чтобы из Ташкента в Карачаево-Черкесию прилететь, узбеки тратят более 100 тысяч рублей. А можно ли, например, сэкономить и прилететь через Белоруссию? Подробности вестям рассказали в МВД. В связи с открытием авиасообщения со многими странами Российской Федерации, можно ли гражданам дружественных нам стран свободно приезжать на территорию России? Уже открыто авиасообщение с Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном, Шри-Ланкой. Теперь правила пересечения границы. Правда ли, что если я, гражданин Узбекистана, должен прилететь из Узбекистана в Россию только прямым рейсом в Москву? В соответствии с межправительственными соглашениями, если соглашение идет двухстороннее, двух стран, то есть если это Россия и Узбекистан, только это соглашение действует на граждан России и Узбекистана. Общественный совет при МВД по Крачево-Черкесии организовал субботник на берегу реки Малый Зеленчук в ауле Жако. Более 40 мусорных мешков собраны и вывезены на специализированной технике, предназначенной для этого места. К акции по уборке присоединили сотрудники Хабетского РОВД, глава аула Жако, добровольцы поисково-спасательного отряда Республики Кавказ. На очищенной территории были рассыпаны саженцы дикорастущих цветов для их дальнейшего произрастания и придания берегу реки благоприятного вида. Около 30 войлочных ковров, выполненных как в традиционном карачаево-балкарском стиле, так и в современном варианте, могут увидеть посетители музея Рим-Кала в Сиреучке-Кен Малокрачевского района. Авторы работ «Семья художников Узденовых» из Кисловодска приурочили экспозицию памяти карачаевского просветителя Ислама Крымшамхалова. На открытие выставки побывала Шерифат Лепшокова. Свои войлочные работы Амина Марина Узденова не раз выставляли в крупных музеях страны и за рубежом. Но по признанию художника, экспозиция в стенах родного музея в Учкекене вызывает особенное чувство. Оценивать работы мастеров будут местные жители, знающие о войлочном искусстве не понаслышке. Еще недавно в каждом карачаевском доме можно было увидеть ковер, выполненный руками старшей рота – бабушки. В XIX веке войлок выполнял не только декоративную, но и практическую функцию. Им утепляли дома, покрывали столы и диваны. А в XXI веке это искусство оказалось на грани исчезновения. Художники Амина Марина Узденова по крупицам собирали узоры, выезжали в отдаленные старинные карачаевские и балкарские аулы. Так они вернули народу практически утраченные рисунки. При изготовлении традиционного войлочного ковра необходимо скурпулезно соблюдать все правила технологии, говорит Амин Узденов. Работа в современном стиле позволяет быть менее консервативным. Дипломную работу защищал по живописи. И все время через перевал в Карачаевск мы каждую неделю, можно сказать, наблюдали Эльбрус. И это у нас в душе всегда было. И всегда я на своих коврах где-то 50 цветов, этими 50 цветами шерсти, работаю как художник, живописец, своими красками. Художники создают свои волшебные ковры Киизы и приглашают всех в свой мир, в котором переплетается прошлое и настоящее. Так, работая над этим ковром, мастера вдохновлялись древними коптскими узорами. Просмотрев эту книгу, мы с ней, с супругой, эту работу где-то год в основном, что не получилось, чтобы вокруг ковра обрамление не могли поймать, чтобы сочеталось с серединой. Это было самое долгое и самое мучительное. Проработав только один год, только потом взялись его сделать. И где-то 2-3 недели только мы его сделали, очень аккуратно, каждый кусочек вымеряли. Амин и Марин Узденовы не раз становились победителями различных конкурсов. За уникальные успехи в деле возрождения семейного творчества и традиционного прикладного искусства недавно они были награждены престижной региональной медалью выдающегося карачаевского художника и просветителя Ислам Крымшамхалова. Амин Узденов увлечен не только войлоком. В его доме хранятся предметы быта карачаевцев. Это арба 1936 года выпуска с колесами, с сохранившейся надписью, что они турецкого производства. А совсем недавно житель станицы Староживой, животновод Рамазан Чучаев передал в дар арбу для валов, сделанную собственными руками. Раньше эти животные были нередки в хозяйстве карачаевцев. Рамазан Чучаев и сейчас поддерживает эту традицию. Благодаря ему коллекция Амина Узденова пополнилась еще одним экспонатом. Шеревет Лепшокова, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. В Малокарачаевском районе на территории этнокомплекса Алан-Шахар прошла выставка жеребцов карачаевской породы, которые принимали участие в конном переходе. Сто лошадей были представлены, и из них проводился отбор по двум видам – густой и верховой тип. О том, как проходила выставка, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Культурно-этнографический комплекс «Алан-Шахар» радушно принимает участников трехдневного конного перехода «Лаба-Красный Курган». 120 участников на лошадях карачаевской породы прошли расстояние протяженностью около 230 километров по горной и пересеченной местности. В пути за ними наблюдала экспертная комиссия, и главной целью выставки является выявление ходовых качеств, вносливости, чистопородности жеребцов производителей карачаевской породы. Экспертная комиссия смотрела, и все довольны, в принципе, отобранными лошадьми, потому что все видели возможности лошадей в походе. Сегодня мы показываем лошадей в двух типах – густой и характерный. Экспертная комиссия у нас – Расуба Тимир Булатов, он бонтировщик, известный во всю республику. Ольга Гетц – это все, и участники, члены ассоциации карачаевской породы. В выставке приняли участие лошади карачаевской породы с прослеживами родословной, прошедшей все требования по бонетировке. Организатором мероприятия выступила ассоциация «Карачаев-Хорс». Прекрасные лошади, крепкие, выносливые. Как показал переход, они без подкормки концентратами выдерживают такие сложные переходы. Три дня без концентратов уйти. Это многого стоит. Можно сказать, считаю так, что карачаевские лошади, да, самые сильные и выносливые на Кавказе. Организаторы напомнили собравшимся не только о национальных конных традициях карачаево-балкарцев, а также о некоторых национальных героях вековых обычаях. Выставку посетили делегации из городов и районов республики, а также и жители соседних регионов, участники конного перехода из Дагестана. Это особое событие для нашей республики, отметили собравшиеся. Переход через Марусский перевал в 1877 году генерала Бабовича тоже было отмечено, что перевосходство этих лошадей по этим горным дорогам. Хотел сказать, что сегодня мероприятие, которое было организовали ассоциация Карачаево-Хорс с содействием Министерства сельского хозяйства Карачаева-Черкесии, организовано на высоком уровне. Еще собравшиеся могли насладиться выступлением известных танцевальных коллективов и песнями талантливого исполнителя из Кабардино-Балкарии Эльдара Жаникаева. По итогам суммы баллов за переход и за выводку определились лучшие жеребцы-производители карачаевской породы. Победителем в верховом типе стала лошадь по кличке Туралы, владельца Ислама Шунгарова. А в густом типе победу одержал карачаевский жеребец владельца Магомеда Биджиева по кличке Куанч. Альханеп Шоков, Медина Джан Кезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева-Черкесия, Малокарачаевский район. Такой была среда в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение сериала «Осколки». Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова